Всем привет! Меня зовут Дима и я приветствую вас на своем YouTube канале Калонь. Сегодня я расскажу вам про новинки в моем гардеробе, про горячие пирожки, которые приехали ко мне прямо сейчас. Сегодня будет по большей части распаковка, поэтому если вам нравится такое видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на меня здесь и в Telegram, а я не затягивая буду начинать. Весенние праздники, мои любимые, ну просто потому, что в начале марта мой день рождения. А заказывать подарки для себя и близких я привык в интернет-магазине парфюмерии и косметики randewu.ru. Смотрите, какой огромный пакет с парфюмерией я заказал на рандеву с большими-большими скидками. Кстати, сейчас проходит большая распродажа. Успейте и обязательно применяйте мой эксклюзивный промокод 10 колонн, которые суммируются со всеми скидками и акциями. Будьте уверены, что на рандеву только оригинальные парфюмерии, прекрасный сервис, которым завидуют любые магазины в сети, да и не только в сети. В России это один из лучших магазинов по подбору парфюмерии. Так что заказывайте там и не бойтесь, там есть отливанты, там есть миниатюры, есть редкости, снятости, редкая ниша или самые тривиальные люксовые творения. Для каждого в рандеву найдется свой замечательный бутылек. Так что применяйте мой промокод, переходите по ссылкам в описании. Все ссылки, конечно же, внизу. Начать я хочу с грандиозной покупки. Это 250-миллилитровый флакон прекрасного парфюма от Крит, Spice & Wood. Дорогая покупка, долго вынашивал идею, чтобы купить себе этот флакон, но поверьте, он мне нужен и вам, скорее всего, тоже. Потому что это не просто замечательный парфюм, а самый настоящий магнит для комплиментов. Для многих парфюмерный дом Крит начинается и заканчивается парфюмом Авентус, что для меня большая жаль, потому что очень много нераскрученных ароматов у этого дома имеют прекрасную возможность для того, чтобы обольстить окружающих. Ну, допустим, Нероли Саваж, который стал для меня просто иконическим цитрусовым ароматом на тему Нероли. Я очень люблю Royal Water, я люблю носить его весной, потому что он мне навеивает такие базиликовые настроения с талой и вешней водой. Также я очень люблю Royal English Leather, это довольно редкий аромат на тему испанско-русской кожи, очень красивый индольно-жасминовый аромат. Но также в портфолио Крит есть вот такая, грубо говоря, эксклюзивная бутиковая линейка, которая пакуется в немножко другие флаконы и, разумеется, с завышенным ценником. Оригинальная цена на этот флакон на сайте составляет 900 фунтов. На рандеву вы можете приобрести его гораздо-гораздо дешевле. Почему я выбрал такой объем? Ну, просто посмотрите на эту невероятную красоты бутылку. Я не раз повторюсь то, что мне очень важно, в какую бутылку залит парфюм, и пользоваться из такого прекрасного хрустального графина мне доставляет большое удовольствие. Так, чем же пахнет этот знаменитый и многими, кстати, непонятый аромат? Парфюмерное сообщество разделилось на два лакеря. Кто-то говорит, что этот аромат обычный и походит на любой мужской люкс, а кто-то поет ему оды. Я же, как видите, встану армию в его поклонников, потому что считаю, что такое дерево, как представленное здесь, вы мало где найдете. Я же здесь слышу тонну и сою супер, которая замешана с красивым кедровым спилом. За цветочный блок, как мне кажется, отвечает роза, очень много джинового аккорда, который не указан в пирамиде. Но если сравнивать его с другими парфюмами, то мне он напоминает парфюм Machado About the Duke, который посвящен ноте розы, ноте можжевельника и красивому джиновому аккорду. Здесь есть похожие нюансы, но молекула из сою супер, которая в связке со всеми этими компонентами, дает наипрекраснейший шлейф. Многие хейтеры этого парфюма отмечают его малую стойкость, но это только из-за того, что у них некая анасмия на молекулу из сою супер. Если вы слышите и пользуетесь первой молекулой, то спокойно покупайте его, потому что для вас этот парфюм подарит просто 12 часов какой-то парфюмерной неги и блаженства. Для тех, кто не слышит из сою супер, то, конечно же, этот парфюм в стойкости вас разочарует, но будьте уверены, что окружающие будут с вас слышать этот прекрасный аромат. В нем есть акцент знаменитого Авентуса. Собственно, почему этот парфюм стал знаменитым? Потому что многие в нем улавливают знакомые ноты и черты. Прежде всего, яблочным оттенком и оттенком березы, которая превращается к базе в такую легкую кожаную куртку. Я люблю его носить именно весной под капель. Он для меня притягивает какие-то солнечные лучи. Он для меня предвестник наступающего лета. Очень интересный парфюм, деликатный, негромкий. Здесь нет амбродеревяшистых компонентов, которые будут давать ему километровый шлейф. Он не будет заполнять собой помещение, поэтому в офис замечательный аромат на каждый день. Если вы с ним не знакомы, попробуйте, пожалуйста. Мне кажется, что он вас не разочарует. Но еще раз говорю, если у вас и на смея косой супер, даже не притрагивайтесь. Вы будете его хейтить, как все остальные жители Фрагрантики, намекая на его баснословную цену и абсолютно бездарную стойкость. Франческо Бьянки полностью поглотила мое тело, душу и нос. Я покупаю и покупаю ее новые творения. Относительная новинка бренда Tiger Tiger сегодня в моем видео. Это уже третий флакон Франческо Бьянки на моей полке. Я думаю, что не последний, потому что мне еще нужно как минимум три аромата, чтобы я был доволен. Эта относительная новинка бренда раскрывает нам тему белых цветов, анималистичной кожи, прекрасного, яркого, медового оттенка, вокруг которого кружатся все эти ноты, ну и, конечно, пудрового ириса, акценты гелиотропа, без которых Франческо Бьянки не Франческо Бьянки. Я могу подтвердить слухи о том, что если кто-то ни разу не слышал нормальных, красивых персиков в парфюмерии, допустим, они ищут персики в мицуко, но никак не могут их найти. Пожалуйста, обратитесь к этому аромату, потому что персики в этом парфюме шедевральные. В них есть мякоть и сочность, и такая, знаете, шкурка этого персика, которая, когда ты вдыхаешь этот аромат, как будто щекочет тебе нос. И сок от этого ярчайшего персика стекает у тебя по губам. Он раскрывается очень красивым шипровым аккордом, потому что здесь присутствует дубовый мох и почули. На моей коже как раз-таки выскакивает эта шипровая структура к концу своего звучания, но огромный белоцветочный блок не дает ему уходить довольно-таки в ретровую направленность. Мне очень понравился этот аромат, буду носить его бесконечно долго. Он мне слегка напоминает другую работу Франчески Бьянки, которая называется Sex and the Sea, потому что акцент вот этих белых цветов и медовости тоже присутствует в тех ароматах. Вообще у Франчески очень много нот, которые переходят из парфюма в парфюм, поэтому покупать всю коллекцию, как я уже говорил в других видео, не имеет смысла. Я собираюсь собрать точечно ее шедевры, и моя душенька будет спокойна. На то, что эти 30-миллилитровые красавцы достойно украсят мою парфюмерную коллекцию, однозначно. Когда я ношу парфюмерию Франчески Бьянки, я натыкаюсь на огромное количество комплиментов, потому что в этих ароматах складывается ощущение, что самые лучшие парфюмеры прошлого возродились, взяли новаторские какие-то парфюмерные компоненты и смешали все по старым формулам. Получился прекрасный омаж на классику, но не забывая про современность. Поэтому в этом парфюме я просто блистаю. Не могу яро его рекомендовать мужчинам, потому что все-таки это медовый, белоцветочный, шипровый аромат. На многих мужчинах он будет раскрываться женственно, поэтому чем вы брутальнее, тем лучше на вас сядет этот аромат. Ну а для женщин это просто мастхев. У Трусарди потрясающая бутиковая коллекция. Когда я тестил их ароматы, я задался вопросом, почему в их классической парфюмерии все больше и больше тривиальных и даже некрасивых парфюмов, а как только цена достигает 20 тысяч рублей за флакон, почему-то дивным образом эти парфюмы начинают мне нравиться и играть прекрасными красками. Это не только из-за цены и прекрасного оформления их флаконов, но из-за того, что компоненты в них сплетены таким образом, что они дают прекрасный шлейф и ароматное настроение. Из стаи собак Трусарди я выбрал аромат, который называется Аперитивы Меланезе Порта Нуова. У них у всех такие длинные красивые названия, запомнить их вообще невозможно, потому что ладно бы они назывались какими-то парфюмерными материалами, но это целая история, которая рассказывает нам о миланских времяпрепровождениях товарища Трусарди и его семьи. Это замечательный пудровый миндальный аромат, который подходит больше женщинам, конечно, чем мужчинам. Но все равно, если вы смелы и любите ликер Амаретто, присмотритесь к этому аромату, потому что это один из лучших парфюмов на миндально-гелиотроповую тему. Я слышу прежде всего огромный ворох гелиотропа, ириса и Амаретто, такого ликерного цианидного миндального напитка с небольшой долей алкогольности на прекрасной базе из кремового сандала и древесных спилов типа кедра. Потому что этот аромат разыгрывает на моей коже прекрасную, древесную, очень сладкую, даже слегка молочную тему. Я могу сказать, что этот аромат супер гурманский, здесь огромная толика ванили, и этот парфюм даже для многих, как и для меня в частности, пахнет таким, знаете, мороженым крем-блюре. Очень красивый запах. Я его ношу в выходные, потому что этот аромат позволяет мне забыть про все свои проблемы на работе и отдаться просто какому-то чтению книг, либо просмотру сериалов. Очень люблю носить его дома. Когда ходил с ним на работу, получал комплименты. Он ассоциируется с молочной, кремовой, сладостью. Здесь, мне кажется, огромное количество кремового сандала тоже присутствует. Такого какого-нибудь из Майсура, из Индии. Классический восточный сандаловый аккорд. Если вы устали от засилия Хуго Боссов, либо того же классического Труссарди на вашей полке, присмотритесь к их бутиковой линейке. Она действительно вся очень интересна и достойна. Не могу сказать, что она сносит башню своей уникальностью, как, допустим, парфюмерия Франчески Бьянки. Она очень дипломатична и подходит под любой случай. Мне очень нравится их мускусный аромат, кожаный аромат. И еще у них есть очень интересный ореховый аромат. Все картинки я оставлю здесь. Еще раз напомню, название их запомнить просто невозможно. Аперитивы Меланезе Порто Нуова. Прекрасный миндальный аромат. Если вы хотите, чтобы я рассказал про все свои миндали на моей полке, добро пожаловать в комментарии. Пожалуйста, пишите. И я постараюсь удовлетворить все ваши парфюмерные запросы. Он не иномат, не очень раскрученный французский нишевый парфюмерный бренд. Я его распробовал недавно, и мне сразу же приглянулась новинка 23-го года, которая называется «Любовь с первого взгляда». Название довольно-таки пошлое, но аромат очень красивый. Я пока пошуршу с людой, а вы посмотрите заставку. Следа вскрыта, пломбы распечатаны, поэтому давайте посмотрим на сам аромат. Вот в такой коробке зиждется какой-то тугой. Слушайте, посмотрите, еле вытащить можно. Этот аромат посвящен ноте сирени. Кстати, какой аккуратный флакон, я не видел их полтинники, только сотки мне попадались. Нанесу прямо на себя. Я люблю запах сирени в парфюмерии. Он мне не дает никакого акцента, я не знаю, туалетного освежителя. Я очень люблю «Эн Пассан» от Фредерико Маля. Но эта сирень, мне кажется, для меня станет эконической и даже заменит «Эн Пассан» на моей полке. Потому что это не только сирень после дождя, но она замешана с огромным фруктовым салатом из манго, из маракуи, различных кислых ягод, которые сейчас очень популярно применять в парфюмерии. Сирень здесь довольно-таки индольная, и мне кажется, что даже присутствует огромное количество амбраксана и молекулы колонь. Такой немножко водяной ноты, которая дает этой сирене раскрыться еще больше. Не случайно этикетка флакона фиолетового цвета, потому что мне кажется, что именно фиолетовая сирень стала центром композиции в этом прекрасном парфюме. Любовь с первого взгляда посвящена весне, и мне кажется, что нет лучше цветка, чем ландыши сиреней и гиацинты для того, чтобы встретить весну. Эту весну я буду встречать в этом аромате. Обязательно его включу в подборку весенних ароматов, скоро выйдет она, держитесь. Пока я буду его разнашивать, но на первый взгляд мне он очень нравится. Сейчас даже полезла какая-то нота зеленой травы, мне кажется, что-то ангеликовое здесь присутствует. Такая зеленая, очень веточная часть полезла. Знаете, когда срываешь свежую ветку у дерева, очищаешь ее от коры, и вот этот белый стебелек пахнет такой зеленой водичкой. Очень интересный фруктово-цветочный аромат, свежий, амбраксановый, сиреневый. Мне он очень нравится, я рад, что он теперь у меня в коллекции. Так же, как и его пошлое название, у меня действительно с ним случилась любовь с первого взгляда. Я продолжаю изучать бренд парфюмери Particuliere. И сегодня буду распаковывать для вас очень интересный аромат, который называется The Sand Mariner, святой моряк. Я люблю находить нетривиальную акватику в парфюмерии, потому что различные интерпретации Аквадиджио мне вполне надоели. Я очень люблю зоологист Sea Horse, и также мне понравилось, слушайте, здесь так все сложно вытаскивается, на совесть сделано. Я люблю Sea Horse от зоологиста, это вообще какая-то нетривиальная акватика. Он мне навевает мысли о больших-больших синих волнах, я не знаю, на мысли доброй надежды. Этот же святой моряк очень свежий аромат. Я слышу в нем очень много кумарина, я слышу каких-то сосновых иголок, которые присущи молекулы колонь, которые здесь действительно есть. Я ни в коем случае не скажу, что этот аромат похож на Аквадиджио, либо тривиальную акватику, которую мы привыкли видеть у японцев, либо у немцев. Это совершенно другая история. Да, действительно, это очень молекулярный парфюм, с нотами ели, с нотами можжевельника, огромным количеством воды, но из-за того, что этот парфюм называется моряк, у него интересная ромовая база, хотя она не указана в пирамиде. Тут действительно проступают в конце такие, знаете, подгулявшие ромовые нотки, слегка алкогольные, которые дают нам намек на то, что этот моряк провел эту ночь очень даже интересно, за какой-то барной стойкой. Именно поэтому мне приглянулся этот флакон, что здесь нетривиальная акватика, которая выражает такую вот интересную тему. Я думаю, что я буду без конца пользоваться им летом, пока сейчас не буду им пользоваться, потому что я знаю, что подобные ароматы меня могут разочаровать, когда, допустим, это случилось с ароматом 10-15, который называется Yesterday, я буду ждать лето. Хотя, несмотря ни на что, в нашу сырую сейчас такую околозимнюю погоду этот аромат мне дарит прекрасное наслаждение. Я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на этот бренд и на парфюм The Sunmariner в частности, потому что это нетривиальная акватика. И если вы поклонник акватических композиций, откройте для себя новую тему. Я уверен, что этот парфюм вас удивит. Для меня этот парфюм, конечно же, в мужскую тему, но если вы девушкой не боитесь экспериментов с мужской парфюмерией на базе ветивера, амброксана, морской воды и каких-то сухих трав, то, пожалуйста, обращайте свое внимание. И я уверен, что полка под названием Parfumerie Particuliere будет у меня еще пополняться, потому что их парфюмы мне показались довольно-таки уникальными. Концептуальность Марка Бакстона и его парфюмерии Moss & Rabbit продолжает будоражить мое воображение. И я продолжаю скуповывать их ароматы. На этот раз DOLS. Я тщательно рассказывал историю Марка Бакстона и тому, чему посвящены его флаконы. Если вы хотите знать больше, пожалуйста, приходите по подсказке или внизу вы найдете ссылку на те видео. А сейчас я хочу распаковать парфюм, который называется DOLS. Это сладко-свежий аромат, который мне достаточно очень понравился. Его долго не было в наличии, но, наконец-то, он появился. Я этому очень рад, и поэтому прямо с вами сейчас мы будем распаковывать эту коробку чернее черного. Мне очень нравится оформление и мне нравится звучание. Вот таким образом лежит флакон в коробочке замечательного парфюма DOLS, который посвящен одноименному фильму. Чем же он пахнет? Это один из лучших сладких мускусных ароматов, которые я в последнее время тестировал. Кстати, не было холостого пшика. Это странно. Этот парфюм уникален тем, что он соединяет в своем аромате очень интересные два, можно сказать, противоположных столпа парфюмерии. Это свежесть и сладкость. Он одновременно и акватический, и одновременно сладкий. Здесь очень много амбраксана и мускусов, которые являются основополагающей звучание этого парфюма. Здесь очень интересная нота снега, хотя я не понимаю, как можно ее воплотить в парфюмерии. Я думаю, что это, конечно, замадушечка для того, чтобы мы с вами покупали все больше и больше интересных для нас ароматов. Здесь очень много мускусов, как цветочных, так и телесных анималистичных, как указано в пирамиде. Но не бойтесь, здесь не пахнет цибетином, здесь нету фекальных удовых украплений. Этот аромат больше похож на разогретую на солнце куклу, такого старого пупса, который пахнет очень-очень специфически. Действительно, в этом аромате есть акцент пластилина, есть акцент пластика. За сладость отвечает нота кленового сиропа, тоже нечастый гость в пирамидах в парфюмерии. Именно это и делает этот парфюм довольно уникальным. Супер носибельный, можно использовать как женщинам, так и мужчинам на каждый день. За цветочный блок в парфюме отвечают цветы вишни и цветы яблока, которые очень красиво вплетаются в свежие амброксановые и телесные мускусные ноты, давая тем самым очень интересный шлейф. Не думайте, что подобное звучание цветов вишни или яблока вы можете найти в другом бренде. Здесь это довольно-таки уникальная вещь. Я буду его носить, потому что этот парфюм деликатный, он не дает огромной проекции, которую я сейчас не люблю. Мне больше нравится, когда парфюм красиво раскрывается рядом с моей кожей. За что я и люблю молекулярную парфюмерию, которая затихая, начинает звучать вновь буквально при взмахе руки. Пьер Гиом Ле Маскен Ле По 4.1 Вы мне скажете, зачем ты нам показываешь пустой флакон, говоря о новинках в своем парфюмерном гардеробе? Очень просто, потому что я заказал дубль, буквально недавно этот флакон у меня закончился. Ну что ж, прощай старый флакон, добро пожаловать новый. Заканчивающиеся флаконы большая редкость на моей парфюмерной полке. И вы можете судить о моей любви к этому аромату, как раз-таки по закончившейся сотке. Я очень люблю этот аромат. В принципе, я полюбил амбраксан всей своей душой. Сейчас, подождите, я сделаю паузу, чтобы раскрыть эту ужасную коробочку. Короче, мне пришлось прибегнуть прям к ухищрениям для того, чтобы достать вот этот волшебный флакон. Я полюбил амбраксан всем своим сердцем. И после того, как вторая молекула почему-то взлетела в космос со своей ценой, я нашел ему достойную замену. И как для меня аромат вот этот довольно интересный. И даже интереснее, чем вторая молекула. Нас встречает брошюра, которая, естественно, Пьер Гийом нам кладет со своей личной подписью. И говоря, каким образом нужно носить этот парфюм. И вот мой новенький флакон. 4.1. Почему он мне больше нравится, чем вторая молекула? Здесь тот же самый амбраксан, который Геза Шойн положил в свою знаменитую двойку. Но Пьер Гийом пошел по другому пути и создал вокруг этой знаменитой ноты целую музыкальную композицию. Обрамив его красивым мускусным звучанием, добавив стиральных альдегидов, которые дают слегка такой, знаете, хруст снега в этом аромате. И, конечно, приправив его огромной толикой кремового сандала. Вообще, кремовый сандал здесь очень интересно звучит. Он не соленый, как сандал 33. Он именно кремовый. Аромат практически ничем не пахнет. С нового флакона, разумеется. Какая же красота! Этот парфюм я могу назвать парфюмом белой рубашки. Его спокойно можно носить в офис, как я его рекомендовал для тех людей, которые ищут повседневный свежий аромат. Но здесь идет интересная комбинация теплых мускусных нот и свежих амбраксановых. В обравлении интересной молекулы Исоя Супер огромного количества кедра на сандаловой базе. Вообще, мне кажется, что этот парфюм построят на ноте Исоя Супер, потому что все эти сандаловые, кремовые, древесные, слегка грековатые оттенки дает как раз-таки эта молекула. Но в сочетании с амбраксаном и мускусами и слегка цветочным нюансом и, конечно, большим блоком стиральных альдегидов меня приводит просто в невероятное блаженство. Я поражен универсальностью этого парфюма. Он подходит как мужчинам, так и женщинам на каждый день в офис и под любое вообще настроение. Я показывал его любителям второй молекулы, которую у меня на работе носят просто не снимая. Они подтвердили шедевральность этого парфюма и многие даже купили себе именно этот флакон, потому что почему-то цена именно на двойку от Геза Шойна взлетела в какие-то космические пределы. И сейчас даже дешевле будет купить себе интересный парфюм от Пьера Гийома, нежели тривиальную двойку от Гезы Шойна. Обратите свое внимание, я уже сносил целую сотку этого парфюма. Это ли не доказательство моей любви к этому парфюму? Вот такие ароматы за последнюю неделю встали на мою парфюмерную полку. Но мои руки за грибуки никуда не делись и в корзине на родного у меня еще лежит огромное количество парфюмов, которые я собираюсь в ближайшем времени прикупить. Главное найти на это какие-то средства. Пишите в комментариях, какие парфюмы вы купили за последнее время, в чем будете встречать весну, ну или на какие парфюмы вы копите, потому что у меня тоже есть такие хотелки. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Покупайте парфюмерию и косметику на сайте rendezvous.ru с моей дополнительной скидкой по промокоду 10колонь. Ну а я желаю вам сил и энергии. С вами был Дима. До сих пор, друзья мои. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok